Хорошая новость. Затяжная весна не должна негативно повлиять на урожай картофеля. Так утверждают агрономы. Но погода вмешалась в ход посевной кампании и картофеля в земле меньше половины от плана. В этом году в области соберут урожай с более чем 6 тысяч гектаров, плюс фермеры, сельчаны и дачники. В общем, нам без бульбы никуда. И поэтому наша съемочная группа отправила Шуковский район на поля крестьянско-фермерского хозяйства Диана, самого крупного производителя картофеля в Могилевской области. Это мощная машина, новый комплекс для посадки картофеля. Дорогой, но очень эффективный. Две недели в году на посевной он работает круглые сутки с расчетом на хороший урожай. Надеюсь. Погода покажет. А сейчас снег? Ну, неважно. Небольшой это снег. Мороза нет. Комплекс одновременно готовит почву, высаживает клубень, обрабатывает его от болезней и закрывает в гребень. Когда Диана начиналась, могли ли вы мечтать о такой технике? Нет. Мы только могли видеть это в кино. И то в фантастических кино. Работать на такой технике удовольствие, потому что на ней установлена навигационная система, и даже руль крутить не надо. Ну, если только на поворотах. Человек, который все сложили. А он все равно идет к рактору, и питание нажимается. А все получается. Автопилот. Кроме того, погрешность только 2,5 сантиметра. И ровные борозды – просто красота. В этом году мы увеличиваем посадки картофеля. Увеличиваем до 900 гектар. Вот. Потому что это одна из самых продаваемых культур. Значит, в этом году продано картофеля на сумму в долларном эквиваленте порядка 2,8 миллиона долларов. Хранилища в Диане уже практически пустые. Реализация картофеля завершается. Сейчас продают на семена, хотя более крупные оптовики потом реализовывают как продовольственную. И отбоя покупателей нет. Особенно из России. Прошлый сезон для Дианы был успешным. Весомы увеличились продажи картофеля в Узбекистан. И в фермерском хозяйстве хотят производить больше. А для этого нужна земля. В настоящее время мы обрабатываем порядка полторы тысячи гектар земли. С нашими техническими возможностями мы могли бы обрабатывать порядка 4,5-5 тысяч гектар земли. Но, увы, у нас нет такой возможности получить ее для возделывания. Вот этот вот весь участок, который спахан, это и есть наше основное поле. Супруги Шелковой из школской деревни Требушки уже закончили бульбяную посевную. 30 соток для семьи, излишки на продажу, своя техника, агрономическое образование хозяина, элитные семена из Дашковки, любимый всеми сорт скарп. Ну, мы же белорусы, поэтому мы бульбяши. Вот, поэтому мы с картошкой и живем. Бульба сельчанам нужна и для хозяйства. И овцы, и свинки Шелковых хорошо едят картофель. Это тоже залог благосостояния семьи. Поэтому с бульбой помогают все, кроме младшего сына он еще не может. Зато дочь Марина очень старается. Я помогаю маме картошку с огородом, все это, парополка, там всякое такое. В общем, зарабатываешь на свой драник. Да. Рассада еще не перекочевала с подоконников парники, но чеснок, лук, морковь, горох уже взошли. Несмотря на холода, все вырастет, уверены хозяева. Тем более, что шелковые уже в плюсе. Вот чеснок, первая грядка растет. Нашла свое обручальное кольцо, которое потеряла два года тому назад. А значит, урожай у вас будет хороший. Это же знак? Да, я тоже так думаю. Если вдруг бульбы не будет, что мы будем делать? Нет, будет. Вырастет. Относиться, так сказать, с душой, чтобы было желание всегда все сделать. Оно все вырастет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok